На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель подписал новичкам. Ряды зелено-белых пополнил российский нападающий Бенни Юнаев. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Юнаев выступал за молодежную команду Макаби из Хайфы, а также Зенит 2 из Санкт-Петербурга. Последним клубом в карьере Бенни Юнаева была литовская паланга. Гомельские боксеры завоевали награды на международных турнирах в Кыргызстанском Бишкеке и Молдавских Бричанах. В столице Кыргызстана на мемориале Дешанкула-Шапокова белорусы завоевали серебро и две бронзы. На третью ступень пьедестала почета поднялся Владислав Смягликов. Еще одна бронза на счету Алины Вебер на турнире памяти заслуженного тренера Республики Молдова Петра Лущевского. Белорусы поднимались на пьедестал почета 9 раз. Серебро в копилку нашей команды принес спортсмен из Речицы Дмитрий Доронин. Гомельские дюдаисты вновь в топе на республиканских соревнованиях. Сборная нашего региона заняла второе место в общем зачете Олимпийских дней молодежи среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. В личных состязаниях у представителей Гомельской области 12 наград, 4 из которых золотые. Победителями Олимпийских дней молодежи стали Андрей Шимбалев, Анна Буракова, Полина Слесаренко и Елизавета Карабут. Также в активе гомельчан три серебра и пять бронзовых медалей. Олимпийские надежды гомельчанки вернулись с наградами с первенства Беларуси по художественной гимнастике. Состязания проходили в Минске. В копилке наших граций шесть медалей. Две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Дарья Стрелецова выиграла два золота в упражнении со скакалкой и в многоборье. И серебряную в упражнении с обручем. Кира Корнилова завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами и бронзовую в многоборье. Гомельчанки стали вторыми в групповых упражнениях пять лент и пять обручей. Все спортсменки – воспитанницы с дюшер номер четыре. Борьба за финал четырех в Гомеле завершились поединки в одной из двух полуфинальных групп розыгрыша детско-юношеской гонбольной лиги «Зуберкап» в старшей возрастной группе. Игры проходили на паркете дворца игровых видов спорта. По итогам двух предварительных этапов в полуфинал попали 12 лучших команд в группе, которая играла в Гомеле. За две путевки в финал четырех боролись шесть дружин. Гомельскую область представляли хозяева – лентболисты областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. И воспитанники Рогачевской из дюшер номер два. Противостояли им соперники из Минска, Солигорска, Могилева и Лепеля. «Зуберкап» – это проект БГК имени Мешкова. Лига динамично развивается, собирая под свои знамена все больше юных гонболистов. Игры проходят с сентября по май. Насыщенный календарь помогает гонболистам получить самую главную составляющую спортивного роста – игровую практику. «Мы заявились в этом году двумя командами. Выступаем успешно. Вот этой командой третьего-четвертого года дошли до полуфинала. Я надеюсь, выйдем еще и в финал. Поэтому большой плюс вот таких вот соревнований. И как бы из-за того, что мы мало выезжаем, а вот эти соревнования дают толчок детям. И они больше играют, больше, как бы, как вам сказать, нарабатывают свои эти вот навыки». Команда из Рогачева удачно выступила в полуфинале, уступив только признанным фаворитам группы – Минскому Рцору и Гомельскому Цору. Рогачевские гонболисты заняли третье место и в мае поборются за места с пятого по восьмое. Компанию им там составят ребята из Лепеля. Первую строку ожидаемо в очном поединке разыграли минчане и гомельчане. Встреча завершилась в пользу столичных гонболистов. Своих соперников по финалу четырех дружины узнают в конце марта, когда пройдут соревнования во второй полуфинальной группе. Финал запланирован на май. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова